25 сентября Смоленщина отметит 71 годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Прошло почти три четверти века, как закончилась кровопролитнейшая война. Однако не все имена погибших солдат известны. Возвращением их из небытия занимаются поисковые отряды. Мы находимся на вахте памяти региональной, поэтому здесь работает 5 отрядов. Работаем мы с 15 августа по 25 августа, 10 дней. И добавляю, что мы только что 14 числа приехали с вахты, 16-й международной учебно-треновочной вахты памяти из-под города Темкино, Смоленской области. Главная задача не столько романтика, сколько возможность познакомиться с настоящей историей Великой Отечественной войны, узнать, как жили солдаты, как они воевали, какие трудности испытывали и как били врага. В Ельнинском районе, недалеко от деревни Устинова, отрядами Десногорского высота под командованием Александра Дорошенко и города Ельни-Гвардеец, командир Алексей Кожемякин, с начала августа ведутся поисковые работы. Здесь выбрали место не случайно. В августе-сентябре 1941 года здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. На данном месте воевали с 100-й и 107-й стрелковой дивизии 24-й армии. Потери были очень существенные, когда они уходили на переформирование Вязьму. Оставалось из каждой стрелковой дивизии из 14 тысяч по 800-500 человек. За три рабочих дня поисковой деятельности подняли мы 13 человек. Жалко, пока опознанных нет, три медальона, но все разбиты, утеряны. К поисковым работам периодически подключаются ребята из отряда «Высота Белгородской области» и «Лось» из Подмосковья. На момент нашего визита поисковиками уже было поднято 14 солдат. Обнаружено несколько медальонов, которые пока не прочитаны. Как говорит Александр Дорошенко, есть надежда, что некоторые из них удастся прочесть. Очень много солдат здесь погибло. Здесь рядом еще были три братские могилы, их уже перенесли ребята еще 20 лет назад. Причем там в одной братской был герой Советского Союза. В принципе, и как раз по нему нашли остальные братские могилы. Они вот здесь недалеко в лесу были. Ну, остальных солдат, видимо, не успели захоронить. И они вот здесь везде вот находятся, вот прям с пушняком. На сколько сантиметров? Ну, здесь не очень глубоко, сантиметров где-то 60 получается. На землях сейчас твердое, лето сухое. То есть только мы можем поднять сейчас тех, которые на приборы, на металлодетекторы. На щупы здесь еще солдат много, но мы работать с щупами сейчас невозможно. Здесь раньше леса вот этого не было, была маленькая рощица. Ну, видимо, после войны просто не стали запахивать, потому что очень много солдат здесь лежало. Вот оно и осталось. Благодаря этому как-то еще видна оборона. День рождения гвардии в Ельне будет захоронение солдат, которых подняли в период с сентября прошлого года по вот это время. В этом месте? Да. Приедут родственники солдат, которых мы здесь уже нашли. У нас есть родственники, которые приедут на захоронение. Это вот причем со Смоленской области один брат бойца, насколько я помню, приедет. И так там мероприятие будет очень красиво, со всеми воинскими почестями. Сорок первый, сорок пятый память вновь взывает к вам Дымом пороха объятым, смертоносным тем годам И опять по зову сердца мы идем по тем местам Где пришлось погибнуть с честью нашим дедам и отцам И мы спорим с самовечностью, нарушая закон бытия Отбираем солдат у безвестности, возвращая им их имена Лейтенанты рядовые, сколько вас в земле сырой Ваши точки огневые поросли давно травой Но ведут отряды поиск За ячейкою окоп, щуп, лопата Есть, ребята, за работу Дай нам Бог И в удачу верим снова мы Что не напрасным будет труд Найдем бойца и имя новое В геройский список занесут Поисковые отряды, современные бойцы Нами движут не награды, а стремление души Это важно, чтобы каждый смог вернуть последний долг Тем, кто отдал жизнь однажды за тебя и за него Ведь так поверьем заложено Пока последнего бойца Не похороним, как положено Жить будет на земле война На очередном заседании административной комиссии Которая состоялась 26 августа Было рассмотрено 10 протоколов По статье 27 областного закона Нарушения тишины и спокойствия в ночное время Было рассмотрено 7 протоколов Нарушение тишины и спокойствия граждан В ночное время с 22 до 6 часов В местах постоянного проживания Или временного пребывания граждан В отчет предупреждения Или наложение штрафа на граждан В размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей С явившимися на заседание комиссии Нарушителями данной статьи Была проведена профилактическая беседа И вынесено предупреждение А на не явившихся наложены штрафы В размере тысячи рублей Также в этот раз на рассмотрение комиссии Был представлен административный протокол По статье 17 областного закона О нарушении благоустройства города Нарушение установленных органами Местного самоуправления Правил благоустройства территорий Городов и других населенных пунктов Влечет наложение административного штрафа На граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей Нарушителю данной статьи Был вынесен штраф в размере 2 тысяч рублей По протоколу, представленному По статье 30.1 Нарушение общепринятых норм нравственности Нарушение общепринятых норм нравственности Выразившееся в отправлении Естественных надобностей человека В общественных местах В подъездах жилых домов И в иных не отведенных для этого местах Нечет наложения штрафа На граждан в размере от 1 тысяч до 3 тысяч рублей При единогласном решении Всех членов комиссии Нарушителе данной статьи Был вменен штраф в размере 1,5 тысячи рублей Далее на рассмотрение комиссии Был представлен протокол по статье 29 Областного закона Нарушение содержания домашних животных Нарушение установленных органами местного самоуправления Правил содержания собак и иных домашних животных Влечет предупреждение Или наложение штрафа на граждан В размере от 500 до 3 тысяч рублей Так как нарушитель данной статьи Проигнорировал появление на комиссии Гражданину был вынесен штраф В размере тысячи рублей Следующее заседание административной комиссии Состоится 9 сентября текущего года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова